И жили они долго и счастливо? Надеются на долгую и счастливую совместную жизнь, а она, увы, не получается. Кто-то, страшась одиночества, не решается что-то изменить. Кто-то подает на развод с мыслью о том, что дальше ничего хорошего не будет. А кто-то после расставания уверенным шагом идет навстречу счастью. Нужно в себе растить гармонию и веровать, что все будет хорошо, правда. Только нужно хотеть любить и хотеть заботиться о ком-то и верить в то, что все будет хорошо. Каждую женщину, которой приходится пережить развод, рано или поздно посещает безрадостные мысли о том, как же она будет теперь одна и кому она нужна разведенка. Я была уверена, что у меня будет все хорошо. Вообще, ну а что это я такая умница, красавица? Никому не нужна. Никому. Десять лет я была одна. Я же это ужасно, когда тебе мужчина говорит, любимый, ты, ну ты хорошая, но я не могу тебя познакомить со своими родителями, потому что у тебя ребенок, прошлое. Вот умер бы на месте, кажется. Десять долгих лет прошли, после чего совершенно случайно Лилия познакомилась с будущим мужем Кириллом. Уже восемь лет вместе. Восемь лет всегда рядом. Первый развод нелегко дается и мужчинам. Каким бы он сильным ни казался, все равно каждый из них очень иронимый человек в душе и переживает расставание. Я первое время очень переживал по этому поводу. В течение года я вообще там себе места не находил. В крайности всякие я там бросался. Но потом как бы понял, что убиваться не стоит. Вот встретил будущую свою жену Олесю. Поэтому вся вот эта вот боль о разводе все-таки как-то начала потихоньку проходить, проходить. Вот создали вновь новую семью. Пошли к детке. Отчаиваться не стоит, скажем, все равно оно душевно рано осталось, конечно, после первого брака. Ну, когда появилась своя семья, появилось ради чего жить. Официальный разрыв отношений – это всегда печально, без сомнения. Но это не означает, что вам теперь нужно закрыться и спрятаться от всего мира. На Западе уже давно пользуются огромной популярностью вечеринки по поводу развода. Это прекрасная возможность найти в себе силы, чтобы двигаться дальше. Кстати, наша следующая героиня была замужем два раза. В третий раз они уже не узаконивали отношения, но это не мешает жить им уже 16 лет душа в душу. У нас в даче. Рядом одна межа. Да. Вместе работали на маргаринном заводе. Я работала главным бухгалтером. Он работал старшим мастером. Вот мы знаем друг друга очень хорошо. И одна дача межа у нас. И вот мы с ним сожительствуем уже 16 лет. Помогаем друг другу. Вот. Он мне и его... Доживаем, что ли, старость? Старость доживаем, да. Она поет. Он помогает писать книги. Мне вот 2 января было 79. Все, ну, мы не... Я примерно не чувствую своих лет. Мне кажется, я еще молодая. А тем более сходишь, вот попоешь. Вы знаете, как песни помогают. Совсем по-другому себя чувствуешь. Идешь в припрыжку домой и еще напеваешь дома. И ему не даю скучать. Жизнь продолжается же. Если вы нашли в себе силы после развода не падать духом, не делаете себя жертву, а цветете и радуетесь жизни, ваше счастье вас обязательно найдет. И жили они долго и счастливо. Пусть и не с первого раза. В любом случае, наша сказка со счастливым концом. Мария Богатырь, Сергей Курков, Алексей Колупанко. Специально для «Утро» студии «Хорошего настроения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова